Мир без виз. Вокруг света с Валерием Шаниным. Поход по Фригийской тропе стал очередным этапом проекта «Мир без виз», в рамках которого Валерий Шанин путешествует только по безвизовым для россиян странам. В этом походе его попутчиками стали Майнур Клементьева с острова Сахалин и Сергей Осколков из Красноярска. В XIII веке на территории Западной Анатолии возникло древнее государство — Фригия. Основали его фригийцы, мигрировавшие в Малую Азию с Балканского полуострова. По территории древней Фригии проложен пешеходный туристический маршрут — Фригийская тропа. Ее общая протяженность — 506 километров. Тропа маркирована стандартными красно-белыми метками. Указатели показывают направление и расстояние до ближайшей достопримечательности или населенного пункта. Древние руины разбросаны на огромной территории. На большей части из них никогда не проводились археологические раскопки. Нет ни билетных касс, ни ограждений, ни поясняющих табличек. У идущих по тропе путешественников есть уникальная возможность почувствовать себя не туристом, осматривающим достопримечательности, а первооткрывателем неизвестной науки цивилизации. Наше путешествие начинается в столице древней Фригии. Город Гордион, расположенный на берегу реки Сангария, погребен под шестиметровым слоем земли. Сейчас это равнина, на которой торчат десятки гигантских курганов. Под самым большим из них похоронен легендарный царь Мидас. Археологи раскопали только крепость, расположенную в центральной части города. Сейчас в ней идут реставрационные работы. На большей части территорий города археологические раскопки пока не проводились. Прямо на том месте, где раньше жили люди, турецкие крестьяне выращивают зерновые культуры и овощи. Лучше всего здесь растет лук. В конце сентября все деревенские жители занимаются его уборкой. Лука так много, что его несколько дней подряд вывозят грузовиками и тракторами. Лук можно выращивать только на непосредственно прилегающих к реке землях. Чуть по воду ли от нее начинаются пастбища. Как и тысячи лет назад, баранов сопровождают пастухи верхом на ослах в сопровождении огромных собак. Но технический прогресс проникает и сюда. У пастухов уже не только посохи и котомки, но и электрические фонари и газовые горелки и даже подключенные к мобильному интернету айпады. Пастухи всегда готовы поделиться своим нехитрым ужином. И так необходимо здесь питьевой водой. Фригийская тропа проходит здесь по дороге. Транспорта на ней нет. Никакого. С двух сторон тянутся поля и пастбище. Ни единого дерева. Пора идти. Майнур совсем выбилась из сил. Ей нужно сделать перерыв. Чайная нас ждет через пять километров. Не хочу. На помощь пришли жандармы. Подбросили до ближайшего городка, в котором есть гостиница. Валерий и Сергей продолжают путешествие по Фригийской тропе. А Майнур остается на несколько дней в городке Севрихисар. Позднее она присоединится к экспедиции. Именно так и ходим. В 13 километрах к югу от Севрихисара, рядом с турецкой деревушкой Балахисар, сохранились руины античного города Песинус. Это был крупный религиозный центр. Здесь правили жрецы, поклонявшиеся древней анатолийской богине, матери Кибеле. Ее символом был огромный кусок метеорита. Позднее его увезли в Рим. А здесь появились и посвященные римским богам храмы. Туристы сюда попадают редко. Руины окружили ограды из колючей проволоки. Но вход бесплатный, и охраны нет. Тропа идет по проложенной посреди полей дороги. Земля здесь плодородная. Но чтобы хоть что-то на ней вырастить, нужно позаботиться об орошении. Погода неожиданно испортилась. Вот-вот начнется гроза. Нужно искать крышу над головой. Соседний дом закрыт, а этот вот открыт. По пути попался бесхозный дом. Пол цементный, но ровный. Крыша и стены есть. А оконные рамы и двери еще не поставили. Рано утром в путь. Ну как ночевка в доме? Гостеприима. Спасибо. Гроза уже закончилась, но солнца не видно. Оно не может пробиться сквозь густой туман. Удивительные места. Следы присутствия людей есть, а самих людей нет. Камни, пустыня, колья. Тропа вывела на шоссе. К счастью, по асфальту идти не пришлось. Рядом с деревней Ахиллер устроили короткий привал, заодно и чай вскипятили. И вновь в путь по сельским дорогам. Ты уверен, что мы правильно идем? Когда ты знаки видел? Ну, два. Треста, там. Тропа проходит мимо старой, давно заброшенной мельницы. Вода продолжает течь. Но жернова уже не крутятся. И никого нет. Кто в горы хотел? Вечером вышли к деревне Балыгдамы. Рядом с ней есть отличное место для купания. Это на Фригийской тропе большая редкость. Никак нельзя пройти мимо, не искупавшись. В деревне Балыгдамы нет ни магазина, ни даже чайной. Выручают гостеприимные местные жители. В деревне Куртшейх к Валерию и Сергею присоединилась Майнур. Она отдохнула несколько дней в Севрехисаре и готова продолжить путь по Фригийской тропе. Поля Сой орошаются водой из реки. Ее качают мощными насосами и передают по сложной сети труб. За всем этим высокотехнологичным хозяйством надо следить. И днем, и ночью. Именно этим и занимается специалист по насосам, живущий на берегу реки в деревянной кибитке. В деревне Бузлуджа чайной нет, а чай есть. Именно так и сказал первый попавшийся на пути местный житель. Он и пригласил путешественников к себе домой. Попить чая, а заодно и поужинать. Ну так, вкусно, прошу? Очень вкусно. Очень. Что сказать? Опятался. Конечно, хозяева предложили и на ночь остаться. Дети повзрослели и разъехались. В большом семейном доме есть пустые комнаты. Но в хорошую погоду интереснее спать не под крышей дома, а в палатке посреди поля. Или на горе. Громкою такое спать, видимо. Автомобильная дорога вывела к цивилизации. Первое заведение общепита за четыре дня пути. Мало солено, но вкусно. Небо потемнело, налетел сильный ветер, начался дождь. Прямо на нас и идёт. Ветер прямо на нас. Ветер. С раннего утра отправились на поиски тропы. Судя по карте, она должна проходить через деревню Даганай. Осталось только её найти. Вышли на обум к первой попавшейся деревне. Хорошо едем. Хороший такси. Отсюда до деревни Даганай идёт асфальтированная дорога. Транспорта на ней мало. Но с автостопом в Турции проблем нет. Здесь подвозят на всём, что движется. Нет, вы песком ходите. Звоните на транспорт. А, первый раз. Да. Второй транспорт за сегодня. Да. В деревне Даганай, как и предполагалось, путешественникам удалось вернуться на Фригийскую тропу. В тяжёлых несибирских условиях мы пользуемся Акватапсом, которая предназначена одна таблетка на 1 литр, потому что взяли воду из речки непонятно какой. Таблетки маленькие. Здесь полтора литра мы бросаем, значит, две таблетки. Угойные. Сейчас как грухнется. Она даже не растворяется. А, нет, зашипела. Зашипела. Да. Поэтому. Ну, хорошо. Шипит. Ну, вот, будем суп есть. Никак, в Ашары ходим. Борщ с молочным супом. Сейчас всё будет хорошо. Ну, как суп? Мальчики обвяжу. Говорит, топора не хватает. С топором было бы вкуснее. Не купальное место. Да, хорошая. В деревне Байорин есть всего с десяток жилых домов. Маленькая чайная и беспроводной интернет. Что в интернете? Да, вот жена написала, вижу, появление, где ты? Ау, где ты? Ты напиши, что ты в деревне Байорин. В деревне Байорин Майнур вновь отделяется от экспедиции. Валерий и Сергей дальше идут вдвоём. В Турции происходит тот же процесс глобализации, что и во всём мире. Молодёжь уезжает в города, а в деревнях остаются одни старики. Новые дома строятся редко, старые постепенно разваливаются. Тропа идёт по тракторной колее. Пейзаж однообразный. Как только тропа вышла к дороге, Валерий и Сергей предпочли по ней не идти, а доехать до городка Хан на попутке. Ну какие ощущения у человека, который впервые в жизни ест чёрбу и с кем я? Ел бы, ел бы, голодный ветер. Хорошо. На здоровье! На здоровье! В городке Хан живёт много чуркесов. Как правило, это потомки тех, кто перебрался с территории Северного Кавказа ещё до революции. По-русски они говорят уже с трудом. Я, можно я знаю по-русски. Хан был основан ещё фригийцами. Именно от них остались вырубленные в скале туннели. Из Хана выходили уже под вечер. Далеко уйти не успели. Поставили палатку на склоне горы с видом на город. Определи, где тут хорошие места. Сюда. Кремовая. С утра продолжение подъёма. На перевале летом чабанское стойбище. Но осенью здесь никто не живёт. Ну что, никого нет? О, пустая. Шампиньоны. Сегодня будем кушать. Вот шампиньон, да? Зарудыш какой-то. Слай мне шампиньон. Пиньцо ещё. Ну ладно. Тропа спускается вниз по заросшему лесом склону. Классно так. Прекрасно. Вот и нет. Ну что, хорошо. Зашибись. А слышал нас на чай звук? А говорят, нету здесь чайный. И магазины нет. Думали на чай. В деревне Агладжа типичная для фригийской тропы ситуация. Магазина нет, чайный нет. А гостеприимные жители есть. Говорите по-русски? Черкес. И Валерий, и Сергей попали в гости к семье черкесов, беженцев из Сирии. Дорогих гостей сразу же стали поить чаем. Дали возможность подключиться к интернету. Я думаю, Россия – это самый красивый странный 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 странный. Начался дождь. Чаепитие, плавно переходящее в полноценный обед, переместилось внутрь дома. Дождь закончился. Можно продолжить поход. Спасибо, до свидания. Ну они вообще как такие, как новенькие такие, надежно поставленные. Ну ладно. Будем считать, что 8 километров. 7, 7. Вроде бы. Вечер застал путешественников в деревне Язылыкая. Поселились в офисе археологов, производящих раскопки на руинах фрегийских городов. Полевой сезон уже закончился, и все огромное помещение пустовало. Не в палатке. Не в палатке. Рядом с турецкой деревней Язылыкая, название которой переводится как «Скала с надписью», сохранились руины древнего фрегийского города Мидас-Шехри. Прямо напротив гробницы стоит испещренная пещерами скала, как будто занесенная сюда прямиком из Каппадокии. На территории древнего города сохранились вырубленные в скале цистерны. Основание храмов, фрагмент дороги, алтари. И, что намного важнее, особая энергетика и замечательный вид на окрестности. В деревне Гёчки-Гюнджи вновь приглашают в гости. Русская. 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 Ну что, с новыми силами? Ну да, конечно, после обида. После Медаса характер местности изменился. Тропа проходит среди сложенных из вулканического туфа гор. Встречаются причудливые скальные образования. Затем вновь начинаются бескрайние распаханные поля. Неожиданное препятствие. Тропу пересекает река. Придется идти в обход. Полтора километра до моста, а затем столько же назад. Всего 8 километров. А у нас получилось 18 километров. Ну, больше, чем в два раза. Ну что, дождь будет? Будет. Сильный? В течение месяца однозначно будет и сильный. А сегодня? Басты за занято. Не знаю, сколько синоптиков. За их предсказания. Только Сандро. Деревня Гёг-Бахче. Без чая, как без рук. Впервые после обеда вчерашнего теплая еда хоть какая-то есть. Короткий перерыв на чай и вновь в путь. Проходим арочный мост, сохранившийся со времен Османской империи. Дома, храмы и даже крепости фригийцев до наших дней не сохранились. А гробницы на фригийской тропе встречаются регулярно. Подчас довольно большие и богато украшенные. Тропа входит в густой сосновый лес. На пути попадается маленькая речка. Хороший повод сделать привал. В деревне Сариджаова нет ни магазина, ни чайный. Но есть столовая для рабочих, работающих на строительстве нового канала. Повезло. Круто повезло. Сегодняшний вечер. Вечером познакомились со строителями. А утром пересекли канал, который они прокладывают. Здесь планируют выращивать, требующие интенсивного полива, овощи. Пока же пейзаж полупустынный. Леса здесь раньше тоже не было. Сосны высадили лишь несколько лет назад. Так создаются рукотворные пейзажи. Все меньше и меньше мест остается в первозданном виде. В пригодных для земледелия долинах уже распахали поля. Завели огороды. Тропа идет на спуск через дубовую рощу. Красно-белые метки встречаются редко, но ложбинка очень узкая. Не заблудишься. Тропа проходит мимо группы скал причудливой формы. Они выглядят, как созданные руками какого-нибудь художника. Но все это разнообразие – результат действия воды и ветра. Дагер – маленький сонный городок. Самое интересное историческое здание – караван-сарай. А главная достопримечательность – очень дешевый чай. Какие ощущения у человека, который пьет самый дешевый в Турции чай? За 25 курушей. Вот и попробуй. Чай на за 25. За 25 чай чувствуется. За 12 дней, с 8 по 19 сентября, путешественники прошли от руин древнего города Гордион до...